Доброго вечера, ребята! С вами канал Мир ММО Игр. И сегодня мы поиграем в такую игрушку как Everspace. Я давным-давно в нее играл. Вроде бы даже если не ошибаюсь, я прошел, но это было не на стриме. Но появился новый убийственный режим, поэтому я думаю давайте нырнем в этот новый убийственный режим. Вкратце что-то за игра. Эта игра, она похожа, наверное, я бы сравнил с faster than light. Только в отличие от faster than light здесь у нас полностью 3d-шный как бы мир. Мы летаем сами. Играфончик конечно же получше и все такое. Ну давайте пойдем в этот режим. Почитаем чем отличается режим убийственной сложности. Режим убийственной сложности предназначен для опытных игроков и дает им возможность подвергнуть свои навыки настоящему испытанию. Он во многом идентичен игре на высокой сложности, но стартовые условия здесь уже нельзя изменить. Все опытки в этом режиме позволяют начать игру со всеми чертежами и некоторыми чертежами голота, но без улучшенных черт корабля. Черты корабля можно улучшить в конце каждого сектора с помощью кредитов, полученных во время прохождения. Режим убийственной сложности также преподнесет вам много неприятных сюрпризов после прибытия в новый сектор. Вам придется выбрать отрицательный фактор. О да. В общем, это наш корабль. Хотя мы можем поменять, по идее, или нельзя. Что-то я не всем понял. Фракции. А, типа у нас еще корабли недоступны. А, походу, нет. Нам пока недоступны еще. Ладно, выбираем цвет корабля, который есть. Так, параметр. Ну, корабль такой себе. Ладно, полетели. Ой, не туда. Стойте. Пытаемся сейчас его пройти. Дорога, Дима, а что в первом трене было название Spitfire? Ты передумал в ней играть? У меня версия игры Spitfire без русского языка, поэтому я ее не поставил. Она в Steam с русским, а в MacroStore она только на английском, поэтому я ее не поставил. Короче, ясно. Не работает здесь выбор кораблей. Придется лететь на том, что дают. Окей, у нас есть ракеты, есть турели. Давайте, если Акар уничтожим. Боже, он жесткий. Осталось 9 ракет, мы его сжахнули все-таки. Полетелец, вот тут, наверное, район. Вау, что это? Так. Высокий риск, средний риск, высокий риск. Давайте пойдем на средний риск перемещения. Хотя, правда, не имеет значения. Прыгнем сюда, прыгнем сюда. Давайте лучше на высокий, а потом пойдем на средний. Посмотрим, что за высокий риск. Так, тут есть какие-то враги. Опа, они кого-то ловят. Так, я кристаллики схватил. Нормально. Тут надо добраться до конца. Нефига я, что это за пиртой корабль, который всех убил? Прикольно. Блин, я, по-моему, турель активировал рано. Я не достаю, по всей видимости. Один есть. Выберите его. Так, собираем по-корейски. Мы должны добраться до конца. О, новое устройство установлено. Так, деньги. Это первое секреты за все время. Полетели. Так, в следующей локации нам некуда идти. Торговец в конце будет, видите. Перемещение. Опа. Это из летели геп. Мы не будем на них нападать, потому что они нейтральные к нам. Черт. Ладно, полетели сюда. Не будем ничего уничтожать. Просто пролетим по-тихому. В крыску. Пока первый раунд, по сути, пролетели. Гипер-брата. Тут. А где торговца, интересно, можно найти? Я уже забыл, как это играется. Опа. А то что такое? Какая-то огромная хреновина стоит. Ой, да ладно, торговец, торговец. Нам нужно туда и лететь. Торговец их сам делает. Так. Он просто их разбивает на части. О, не, не без шансов, что они ничего не сделают с торговцем. Так, деньги. Забираем в области. Забираем лом. Давайте с торговцем поговорим. Черт, где его корабль? Мы можем купить лазер за деньжатки, либо ракеты легкие в щитолом. Я даже не знаю, что лучше взять. Давайте возьмем, наверное, лазер. Не, не вариант разбирать. Блин, а что, в итоге мы ничего не купим? По идее, да. Инжектор энергии какой-то. Ладно, я купил инжектора энергии. Пускай будет. Полетели. Ворота. А то что такое, кстати? А, то истребитель. Чем мы прыгнем? Сколько здесь таких карт будет? О, смотрите. Улучшение корабля. Так, ячейки основного вооружения. Чтобы лучше качнуть себе. Очки прочности корпуса. Не, я думаю, все-таки лучше, наверное, урон. Макс скорость корабля. Энергоемкость. Ладно, давайте качнем броню дважды. Ячейки и ракеты качнем себе. Походу, больше бабла у нас нет. Да, больше не хватит. Ну ладно, продолжаем. Ой, блин. Ядроне устанавливается энергией во время движения. Собирательное вооружение отключено. Прикольно. Давайте ядроне устанавливает. Возьмем дебаф, который не будет регенить нам ядро. Сектор 2. Там перестрелка идет. Боже, а это что такое? Корвета карт. Ой, да ладно. Вражеский корвет. Так, забираем деньги. Блин, я даже не знаю, я не хочу драться с теми чуваками на самом деле. Или там дрон вольницы. Тут корвета акар. Я пролетаю дальше. Прыгаем. Потому что корвета акара это огромные машины смерти. Сервисная станция. А тут квест. А, это опасность, а не квест. Давайте я сюда вверх пойдем, там будет станция, починим корабль себе. Ой, блин, что за череп? О-о. А что тут застыка? Вы что издеваетесь, это все такое огромное? А! Что за нахрен? Кто это такой? Все нахрен. Взорвали. Начинается. Сдох. Они сбили? На тебе ракету еще одну. Пошь, дым у фиолетового на ракеты. Ух, ключ допуска. Я вроде выдержал. Дайте энергию подзарядим. Так. То что это такое? Лажа. Можа какая-то жесть. Взорви этот шарик. Нет, нет, нет. Вален, я похоже вздохну. Я в сергане почти... А-а-а. Так. Меняем рожитель урона, наличитель урона. Смысл нету, думаю. Пускай будет наш ограничитель пока что. Мы половину прочности корабля потеряли. А то корвета кар... Это он прерывает сигнал. Нам придется корвет взорвать. У меня две ракеты осталось на корвет. Черт. Ладно, летим на корвет. Или дальше мы не пройдем. Надеюсь мне истребитель геп поможет. Не знаю ли, а сели мы его. Началась драка. Ой, черт. Это без шансов походу. У меня заканчивается энергия. Какая двигатель... Мы, кажется, сбили. Мы сбили корвет. Опа. Забираем карточную пушку. Такую разобрать, поменять. Давайте поменяем ее. Черт. Че он не стреляет? Не хватает энергии. Капец, я вообще типа не чувствую... А урона даже. У меня заряда не хватает. А, да, меня разобрали, пацаны. Черт. Я зря карточную пушку поставил. Я не знаю, как она работает. Мы заразали 5000 кредитов. Посмотрим, или можно прокачиваться на убийственной сложности. Ну, корабль вроде бы тот же, на самом деле. А, да, полетели. Разряд включил энергии. Да, да, я откуда знал, что... Не стоило, кстати, на балл вырубать все-таки вцелительное оружие. Это, походу, ракета или турель. Оно бы... Оно бы помогло. Так, полиплазм походу дамажит. Я такое чувство. Типи слабые корабли вначале, кстати. Опа, что это? Топливо. Ну, походу, топлива дофига, поэтому не могу его взять. Так, ну что, прыгаем тогда? А сейчас точка есть, такая сторона. Это лут. Там тоже что-то есть, полиплазма. Не знаю, ли стоит туда лететь. Давайте сходим туда, посмотрим. О, тут кто-то есть. Плазма. А, так, это бонусы полиплазмы, понятно. Обломки грузовика. Ай. Тут должен быть какой-то лут, мне кажется. Это он и есть. Гель. Бабки. И, по идее, вон еще один сундук остался. Че-то ничего полезного тут не было. Ладно, полетели-то в следующую локацию. Так, давайте, наверное, к торговцу. Можно царестную станцию, можно к торговцу. А, секундочку. Мы далеко еще. Нам еще желтые зоны пройти нужны. Ворот, Дима, стрелочка смены корабля слева от корабля. Я здесь это, глянул второй раз, я что-то не заметил ее. Мне показалось, какой-то корабль нельзя выбрать. Есть. Так, топливо. И... Опа-на. А что-то прыгнуло вар прыжок. Полин. Твари. Ты поговорит, поговорим с вами. Пожар, они больно бьют. Так, тураль врубайте, тураль врубите. О, бай. Сбили. Адаптивная броня, кстати, новое устройство. Ну, конечно, мне корабль, если начали только что в бою. Не по-детски. Ладно, у нас есть тут сервис починки, вроде бы. Или встреча локация будет. Ой, блин. Так. Ладно, я прыгаю дальше. Не думаю, что стоит фармить. У меня не так много прочки осталось. Так, что, погнали к торговцу. Торговец... Ну, он починку, вроде бы, не дает торговец. Там ремкомплект, не знаю, есть у него или нет. Надо будет зыркнуть. Ой, блин. Есть труда. Может стать новые предметы. О, так можно стать здесь. О, нифига себе, ремонт. Давайте починим. Так, пушку мы не пропаем. Сделать новое. Улучшить. Вот, дальности. Вот, дальности. Прикольно. Кстати, видите, если ресурсы есть, можно улучшать все. Так, полетели к торговцу. Надеюсь, он не задефает от пиратов. Зломщик дронов. ГАЗ-9. Процессоры. Отдаю плазму, получая деньги. Я не знаю, нафига плазма нужна. Для чего плазма нужна, кстати? Щуниевое корабль, а, зана на боты. Понятно. А плазма, по теории? Там бы сделать новое, касятную мину. Ой, да ладно. Есть зенитка. Что лучше из них, интересно? Тальной стрельбы выше, да? Опять зенитное оружие возьмем. Возьмем боевых дронов. Хотя, на самом деле, что-то я не вижу способа переключить, выбрать оружие. Я хочу поставить на основу зенитку, а она не ставится. А, вот оно. Прячь меня за торговца. Мы крыски. Давай, торговец, расстреливай. Спасибо за лут. Нам торговец просто прикрытие офигенно обеспечил. Блин, а как же тогда пулеметную террель поменять? Ну ладно. А, я думаю, лучше уйти отсюда. Прыгаем. Эта игра не прикольная, но каждый раз все генерится, скажем так, как косморогалик. В общем-то. Первые гиперврата. Опа, там что-то есть. Точнее, кто-то. Тоже что-то есть. Труда. Там что-то еще есть. О, топливо халявное. Офигеть. И нам работать до починки. Надеюсь, это не засада. Так, дайте починимся. Это спокойная локация. Я даже не нашел никого из врагов. Вообще тяжело гладь. Но лучше все-таки восстановить себе запас энергии перед прыжком. Это просто, что я нужна. Так, окей. Че прокачивать? У нас есть 1300 ваксов. Но можно брать до... Ячейки, это, собственно, доп. оружия брать. Можно улучшить скорость. Запас топлива. Энергоемкость. Самый, наверное, не очень хороший бонус. Так, полетели, короче, через такую прокачку. Дроны тоже будем прокачивать потихонечку. Обактить, наверное, энергоемкость скачнуть. Поехали. Бонус. Герб настроен и враждебно. Ой, блин. Увеличивает вероятность поражения систем корабля. Пускай лучше будет шанс поражения систем корабля, чем Гебы против меня, потому что Гебы они сильные. Гебы, спасите! Такидич улетел был против Гебов. А здесь перевозчик грузов Гебовский. Пацаны, спасите. Вот, и зачем прикол Гебов? Они убивают спокойно врагов. Давайте, Гебы. Валите их. А мы соберем бонусики. Хорошая, хорошая локация здесь, дофигалута. Вау. Это кристаллы. Собираются слоны. Ладно, это не луна, а астероид. Похрен. Так, креды. Креды. Пегас. Ладно, все соберем сейчас, то, что тут есть на локации. Астероид напомню, что у нас ключики на игру еще есть за валюту, как аноиды, поэтому кому надо, можете забрать. Ай, блин, царапнул корабль. На самом деле, зенитная пушка такая себе. Она стреляет довольно редко, но при этом она АОЕ-шкой бьет. Опа, что там за... Что это такое, кстати? Странная штука. Кто мне бьет? Кто меня вая гасит, не могу понять. А вот эта штука. Которая натурель. Ого, топливо, сколько. Так, замываем. Все. Мы можем прыгнуть. Так, а что можем улучшить? Можем ли нашу пушку сделать покруче? Мод дальности можем сделать. Даже не знаю, что лучше. А что в терминерных устройствах есть? Нифига себе. Сторокиметровая автопушка, прикиньте. Пучковый лазер МК-3. Блин! Я не то сделал. Я дрона использовал. Ладно. Мне вам про запас нужен был. Сейчас топливо заберем еще. Опа, это мины, смотрите. Разбросанные. Можешь здесь корабль большой, который имеет огромное количество дронов? Это будет выгоднее. Это мой дружбан. Боевой дрон. Прыгаем. Так, а нам, наверное, сюда идем. Ну и сюда полетели. Там низкий шанс встретить опасность. Вау. Сенсоры ослаблены. Можно прыгать или можно паутаться? Хотя я не уверен, здесь вообще можно паутаться. Тут все разбито. А, давайте полетели у нас еще локацию. Так, а дальше опасная зона. Боже, это такой звук от моего дружбана мелкого. И я думал, там куда корабль за мной уже летит. Так, тут минное поле. Это минное поле можно использовать... Опа, они воюют между собой. Походу, насколько я понимаю, эти акаровцы воюют с вольницей. Вольница и акар нападают на меня, а гебы нейтральные ко всем. Точнее, ко мне нейтральные. К ним мне... Опа. Дрон, помогите. Дроны, помогите. Дроны еще охотятся за ним. Прикольно. Нет энергии. Опа. Противоракетная система. Можем забрать. У нас новое устройство. Противоракетная система. Шикарно. Так, а что касается ута... Давайте заберем бабки и субстанцию. Надо проверить, или есть нано-боты. Запасные. Нету. Хреновенько. У нас нечем хилиться. Ну что, финальные во втором секторе локации. Пишут, что они не сильно опасные. О-оу. Это легко было. Термоядерный бластер. Оружие установлено, в смысле? А я могу его разобрать? Короче, не могу я его... Разобрать даже. Че, 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 странно. Мы открыли новоцвет корабля. О, нано-боты. Это важная тема. Да, вовремя нано-боты. О! Так, эээ... А че на лучшую? Ну, в космосе хуже, более пушка. Как, может, рассеивание стоит. Блин, не знаю, стоит туда наведываться. Думаю, лучше улетаем в ворота. Не охота туда, туда наведываться. Блин, они не согрелись. Ну, пока, раздалека взрываем их. Пока они не подлетели. У нас шанс хороший их обезвредить. Дистанционно. Мы зениткой лупим. Есть. Дрона не трожь моего. Хотя это хороший бой был, мы вообще ничего не потеряли. Ах, это, конечно, и ута нифигуленьки не было. Ладно. Вылетаем через портал. 3000 налички у нас есть. Так, делал га цифры. Сколько интересно вообще будет здесь путей таких. 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 Спрашивают ли мы какие-то инженеры играть, я не знаю. Так, давайте два бота поставим. А что за гипердвигатель? Не, давайте дрона еще одного поставим. Даже двух. Поставим запас энергии побольше. И регион энергии. И прочку к корабля. Все. Не, 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 нахрен. Там, в каждой области спрашивают прыжка, это меня разберут. Так, не хочу. Раз, туда буду стремить на УМЦК. Не знаю, ребят, но УМЦК мы прошли, по сути. А первый сектор, там таких секторов, конечно, много. А точнее, не сектор, а первую галактику. Так, че... Я не знаю, есть ли смысла дальше. Опа. Улетаем, просто улетаем сразу. Твари. Это вольница. Ни хрена себе. Взрываем их нахрен просто. Взорви, взорви, летающий кораблик. Ладно, знаешь, че сделаем? Используем еще одного дрона. В смысле, а еще не могу его использовать? Не доступен боевой дрон. А почему? У меня... По заказу я могу уже дофига их использовать. Странно. Так, картичная пушка. Она на самом деле что-то не очень мне нравится. Я ее разберу, наверное. Полетели. Я еще ни одну ракету не использовал. Если будет коровец, мы ракетами их расфигачим. Так, либо наверх. Вниз лучше. Тут у нас будет инженер. Давайте вниз полетим. Сверху безопаснее, снизу просто есть как бы инженер. Мы разбили простых. Это что? Перевозчик гевовский. С нее можно в день в трясти. Блин. Или уйти просто. Давайте просто смоемся отсюда. Чего? Не хватает топлива? У нас топлива не хватает. Брется драться. У нас просто выбора нет. Так, вольницы. Она тоже вольница. Все. Уходим. Прикольная землетка. На самом деле мне нравится. Я даже не выпускаю врагов. Моего дрону убили. Вызываем нового. Осталось еще два дрона про запас. Так, топливо. Какой-то гель странный. Очень странный. Фиг знает для чего он. О, топливо. Это главное. Сейчас топливо все заберем. Можно вводить. Опа. Телепортируется? Да ладно. Водители в рейде. Черт. Что это за хрень? Регеним энергию. Это неприятно. А что, дрона снесли сразу? Круто. Там есть наниты. На боты эти. Что-то не странно. Не-не, робот, не сдыхай. Ты мне нужен еще. Боже, как он жирный. Надеюсь, у него корпус только корпус типа щиты бронированные. Корпус никакой щит. Опять кто-то прилетел? Да вы что, издеваетесь? О, боже. Корвета кара. Какие дроны починщики? Вы что? Так, надо корвета кар снести. Щиты, давай. Он сбивает, что ли, их? ХД труп. Что это нахрен на меня? Так, ремонтируем корабль сразу. Это какая-то жесть происходит. Адаптивная броня. Блин, что мы их сделать бы? Кислотная ракета, легкая ракета, плазменный щит, плазменная торпеда. Сейчас плазменные торпеды нахрен его жахну. Кто меня режет? Кто такие? Дронокар. Сдохни, дронокар. Походу, я задержался на этой системе. О, боже мой, это ж такое. Еще один корвет, все, я труп. Где мои щиты? Я сдох. Блин, я забыл, нельзя задерживаться. Прыгаем, 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 прыгаем. Не успели. Нельзя задерживаться на одном секторе, там прилетают корабли и начинают тебя гасить. Я задержался. На самом деле. Это меня и погубило. Так, говорили, что можно выбрать корабль этот слева. А, вот этот, что ли? А, да, я вижу, вот. Вот, выбор кораблей. Так, я летал на... В самом прочном корабле выходит, да? А что, фишка, маленьких кораблей? Легкие, допустим. Давайте выпьем. Блин, я даже не знаю. Реально, в чем фишка кораблей тогда? Самый тяжелый имеет дофига энергии. Он, походу, и самый мощный. Ну, скорость маленькая у него. У этого корабля сенсоры хорошие. Давайте проскочим на этой малютке. На разведчике. Может, он сработает? Блин. Что, серьезно? Он же щиты сжег мне? А, у него щиты есть. Прикольно, кстати. Боже, что за ударная пушка говняная? Какой-то джедай, блин, на маленьком кораблике. Не. Ну, корабль такой себе. Одна сторона приколает, что он с щитами. А с другой стороны, он вообще никакой щит по прочке. Наверное, свалилась отсюда, пока у нас время не закончилось. О, кстати, а карта довольно простая. Давайте пойдем по среднему пути. Мне кажется, он лучше будет. Быстрее всего доберемся до торговца. Взломщик дронов, легкий щит. Система маскировки. Прикольно, он имеет инвиз. Так что у нас топливный элемент. И гель. На мелкий корабль он прикольный. Если на бота заберем, по идее он будет быстрее чиниться. Он гораздо быстрее летает, на самом деле. Так, уходим. У меня на ботов 2 из 15, и все. Ротфору пучковый лазер. Сейчас перемещусь, посмотрю, что за пучковый лазер. Так, пучковый лазер, в чем разница? 41 урон, дистант 4000 метров. Дальность ударной пушки? Дальность 1600. А в чем разница? Не, ударная пушка лучше, а она дистанционная. Видит прикол, как она дамажит жестко? Издалека какого-то. Так, а еще не помогали. Блин, до желтого нету, капец. То ли сканеры слабые. Ну, слава бьет, на самом деле. Блин, зря. Помогите. Чуть-таки быстрые. Помогите, мужики. А это что такое? Торговец, мне надо поторговать с ним еще. Мне 0 баллов, конечно. Он быстро довольно. Кстати, корабликает. А, понятно, как он стреляет. Что я пустил? Это ракеты были стазисные? Блин. Я их выпустил в молоко. Прикольно. Помогай, защищай меня. Торговец, ты что? У тебя пушки должны быть. О, прикольно. На, Баринге торговать, валить. Потому что сейчас меня тут в прижучит. Если я не свалю. Так, что есть спазменные мины, рудар, ракета, щитолом. Могу гель продать. Давайте гель продам. А куплю себе... А ничего покупать здесь. Валим отсюда. Так, включу. Первый сектор заходим до конца. В первом секторе. Ой, жесть, что это такое? Сдохни. Боже, хватило, прикиньте, энергии на все это обстрел. Прикольно. Так, а щиты эффект времени добавляют небольшое количество энергии в реактор вашего корабля? А эта штука что это? Ну, мне кажется, что эта штука, она не... Хотя щиты регенит. Ладно, пока разбираем его. Один лом, не, не, лучше поменяем. Хотя, может, и зря это сделал, потому что мне будет не хватать энергии, я потом заплачу. Ой, легкие ракеты, кстати, 10 штук. Ммм, сколько урона, дальность 2000 метров, скорость 600, равность уражения 50, урон считам 40, урон корпусу 100. Блин, и с одной стороны... А, давайте уставить ракеты оставим, а ракеты такие боевые разберем. Мне в спину настреливал, кстати. Мне показалось. Ладно, показалось, по идее. Забираем креды. И, наверное, валим. Кагель не хочу брать, я не знаю, что он дает, сейчас за ним лететь. Папа, они мне согрились. О, прикольно, она заморозила его. Прикольно, она его реально заморозила полностью. Нано-боты. Мне прикольно, что-то штука на самом деле. Не, за гелью не летим. Уходим. Так, свалились с этого сектора. Такая толпа летела за мной, гадов. Так, этому кораблю по теории нужно макс скорость, а сколько? Три метра, фигня. Энергия, ориген. Капец, как нужен. Макс, запас энергии тоже нужен. Проще снизнали, стоит апать. Я поставлю, наверное, ячейку для ракет. Дополнительные. Так, нано-боты можно сказать только для создания и ремонта определенных систем. Топливный бак со временем теряет топливо. Не, вы еще прикалываетесь? Будем без нано-ботов, через щит играть. Ого. Сенсоры ослаблены. Пулемет. Офигеть. Так, дистанция маленькая. Расход энергии меньше. Урон в два раза выше. Разберем пучковый лазер. Опа! Это ловушка была. Уходим отсюда. Это не очень приятный был взрыв. На половину их волосов. Так, давайте в зону торговца. Секунду. У нас есть система с сервисной починкой. Там починим кораблик. Прикольно. Ой-ой-ой. Блин. Если я помогу кораблю, я получу награду. Давайте починимать корабль. Так, привет, кораблик. В смысле? No service? А-а-а! Понятно. Я в инвизе. Встань, с вами ползут, пускай гады. Сейчас получат у меня маслин. Есть. Yes. Это было хорошо. Это реально было хорошо. Так, забираем гель, кредиты и оставшуюся гадость. Это тяжело добывает руду, на самом деле, от корабля. Так, что? У нас нужно сервисную службу, а то станцию, залететь, пока есть время. Из-за контейнеры. Я их могу достать? Или это будет воровство? Адам, полетим, починимся, давайте. Так, ремонтная станция, 200 долларов. Ого, конечно, 200 долларов, Адам. Так, что здесь? Заправочная станция. Купим топливо немного. Это что, товары? Можем купить лом. У нас денег нет, мы ничего не купим, ребят. Полетели отсюда. А! Да, блин! Офигенно, я еще ты снялся. Мне надо быстрее сваливать, или сейчас меня накроет огромная флотилия. Пойдите к Сигнараку, нельзя задерживаться дольше, чем на пару минут. Иначе вас потом огромный флот догоняет. Наверное, давайте сюда вниз пойдем. Там есть у нас торговец еще один. Хотя бабок у нас нифига нет. Знаете, на мелком корабле чем прикольно, что... Пишу, здесь преследующие вас акары не смогут выследить. Ведь я могу по факту этот сектор расследовать. А что это такое? Торговец. О, прикольно. Здесь можно немножко поторчать в этом секторе и не бояться смерти. Бабла нету. Ладно. Это был выстрел. Знаете, с одной стороны прикольно стрелять с этой пушки с далека, с 4 км. Опа. Пока живем. Что это за хрень? Знаете, взломаем, посмотрим, что они дают. И... А, вон там будут, видите? Можем сейчас забрать его. Взорвали. Ой, блин. Фух. За мной аркадка-то летела. Мелкая, видели? Еле увернулся от нее. Так. Пучковый лазер. Оно что за штука? Это у меня же почти... У меня ударная пушка. Пучковый лазер слабее. Разбираем его. Новое устройство. И плюс на боты. А... Ремонт. А сколько вообще ремонт стоит? Ну и да ладно, я типа, я не могу... А, точно, я же делал дебаф, что я не могу ремонтировать корабль в космосе. В этом секторе. Ифига себе. Предположите, такие сектора можно разведывать и не париться. Полетели сюда. Дофига утецкого. Пушка вообще не... Блин, нормально. Да, дать это... О! Что-то мы собрали здесь. Что за хрень? Так. Вылечение урона 80%. Ну, довольно прикольно, но... Давайте так и сделаем. Поменяем, а эту фигню разберем. Там, бляд, нас уже преследует. Требуется ключ допуска, а у меня его нету. Прикольно. Ой, жесть! Мне в тыл заходит. Давай, сдохни. Что, нахрен, а куда они преследуются? Скажи, они преследуют меня, эти гады. Или с урона? Я вообще его не дамажу. Ай! Так. Мне да, энергия для инвиза. Или я сдохну сейчас. Ну, отвали от меня. Как их взорвать? Давайте сделаем... Блин, что лучше дамажит? Мы этим не продамажим, нифига. Что такое слабый урон у этой пушки? Одно не понимаю. Это элита. Я вообще их не продамажу. Уходим. Так, попытаемся число развести просто на дальней дистанции боя. Он не догонит нас просто. А где мой урон? О, вот это другое дело, я понимаю. Рудом не проходит. Ну, что ты пока держит. Пожалуйста, он уже фуловый. Промахнулся. Эдгад щит расстанавливает. Нормально. Ключ допуска, который мне все нужен был. Мы неплохо пока в этом секторе так обжились. Конечно, навалило отсюда я далеко. Довольно. У тебя же есть крейсер ремонта. Вроде бы не в этом секторе. Хотя, может, в этом я читал, я уже не помню. Что за нахрен это? Блин, зараза. Опа. Впроцессу оставлю сам жахнуть. Есть. Тварь, блин. А это ж такое, блин. Ладно, отдохнем. Не, щиты спасают, конечно, на этом корабле. Капец как. Как маленький клоп маневрирующий. Ух. Так, вот вроде бы все обработали. Газ, креды. Опа. Это разберем. Что это такое вообще было? Топливо. Пластинная тяга. А это штука я заменю, наверное. Пластинная тяга, нифига себе, это круто. Блин. А! Нет! Это жёстко. А где наш дрон? Чё я не могу починить? Блин. Вот офигово я, конечно, полетал. Здесь нету корабля, который меня починит. Та-ш! Ай, блин. Это обидно. Вот реально обид. Так всё офигенно было. И так тупо сдохнуть. не заметив астероид и на крабы с одной стороны прикольные есть средняя в чем фишка среднего дать посмотрим оружейный привод какой-то импульсный лазер к дистанции импульсного лазера 2 км оружейный привод вылечет урон оружие тоже щит экстрессе него вал че не садись на меня что ты прикольный корабль на самом деле пока хотя туру он блин а 1 справились нас время еще есть началась драка можно добыть рез и нифига там не не выпало это на бота заберем они для починки нужны так есть гебовские корабли не то есть опалю в этом кораблю поле не надо было не надо было жесть так нельзя было делать я понял так давайте тогда пойдем по центрального пути еще у нас кораблик это понимаю что не очередь ружейный привод будет большой буст урона я с проверим оружейный привод но разбирает хорошо на оружейном гости на прикольно опа подряд руб вы это что сами не так демоны поганые получи ракету прошу это выпускать мне надо это жестко ребят это я что-то так пострадал тут на самом деле а ну сколько у меня есть на на ботов только на половину корабля будет жил дойти до конца мне кажется так чё сваливаем отсюда что мы больше потеряли чем обрели просто улетаем давайте через верх и потом на конец сектора жесть сразу же 2 2 крысеныша сзади торчат пробуем буст ой далеко 4 км я 3 буст рубил так опа со спины еще походу я приехал мужики дроны мерзкие так валю дальше прыгаем сразу ну мне кажется мелкий король покажет самый лучший за дистанции то есть мелком корабле можно обузить дальность на этом корабле допустим проблема то что он среднего размера тоже щит есть прикольно но при этом не урона не хватает нифига то есть а бус не работает папа это что по торговец привет я что-то купил болен я что-то купил секунду он давал разные деньги за субстанцию эту пану ай на лучевого этого дрона убить он он больно бьет есть переводчик ридов геп его бы убить опа импульсный лазер давайте запознём у нас есть примерно где-то в районе минуты чтобы это все полутать продать и свалить панч термо тронусь на крык что не работает я походу повредил эту систему инерции стабилизации у меня она не стабилизируется нифига так точно такой же лазер полетели дальше да блин да не работа у меня нифига корабль странная инерция она полетели квартал что я не выдержу бой тормози 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 не прыгнули тормози на космосе она на не космосе она скорее как файтер зелает у вас тут надо типа проходить регионы удачливо что добраться до конца так ладно давайте наверное начнем мы с должны еще учесть прочности что ли немного региона энергии пока все энергию будем опыть сила карты ва через три минуты понятно нас три минуты есть на каждый из раундов это думаю проще такое ограничение делать так ремонт нечем нет эта хрень причинить чем-то мне нужно на боты это вот пацана спасем чтобы он не был очень все уже враги вы чё почему он был синим что за на хрен куда я пошел влечит я понял понятно хрен там счета величишь при на самом деле это убийственный режим это все-таки тяжелый режим хотя на самом деле тоже так подумать меня убили не сам именно бонуса убийственного режима грубо говоря просто как бы и не хватает мне бабла на усиление корабля прицела историк на самом деле в игре видите вот тут можно посмотреть и я просто прошел грубо говоря там как бы мы как клонок как клоны на самом деле короче можно дофига разных историй просто я ряду уже прошел решетка тем все за игрушка есть я как вы не знаю многим но учитывая что не знал что интересно только можно показать я пришел покатить эту игрушку я думаю давайте хватит на сегодня потому что убийственный режим я долго не выдержу там все-таки напряженнее играть чем на обычном я обычный режим еле-еле прошел с трудом убил на игру если стим не врет мне я убил два часов на игру чтоб пройти первый режим это было давно кстати это было до годика полтора назад а вот второй режим это уже пожестче океретки я думаю с вами не прощаюсь минут будет 20-30 может перерыва может меньше им пойдем либо в дотку либо может эту игру найду интересную вы ребят не забывайте писать в комментариях на ютубчике кто будет смотреть уже повтор стрима какие игры можно проиграть интересные потому что я видела чтобы простили а монха сам он ха сегодня был и также просили поиграть симулятор стримера я посмотрел мне не очень понравился на трасс ними а поэтому пока что я его не брал это нашел другой тематра стримера если ключик разработчики пришлют там и покажем вам от симулятор стримера но другой там более интересный есть а в общем на этом все увидимся через несколько Продолжение следует...